Всем привет, друзья! И снова вернемся к нашему настоящему. Мы зимой. Итак, Вера уже рассказывала много, как у нас, что у нас. Но я пришел сегодня, нужно поехать забрать очередные посылки нам пришли. Также хочется заехать еще в магазин, но самое главное это посылки. И нужно завести машину, которую очень давно никто не заводил. Очень давно, это, наверное, дней так уж 10, потому что у нас были очень огромные морозы. Вот это минус 24, ой, минус 24, это разговаривает женщина в машине. У нас было минус 20, минус 24, ощущалось вообще как минус 30 в некоторые дни. Сегодня у нас минус 6. Аккумулятор не забирал все это время, поэтому как оно будет, не знаю. Но давайте посмотрим. Надеюсь, все ведется с первого раза. Итак, прокачало топливо, поехали. Ох, тяжело дизель, конечно, заводится. Но самое главное с первого раза. Сейчас мы его прогреем, откопаем и поедем по нашим делам. Ну, конечно же, пообщаемся с вами. Итак, друзья, пока едем по делам. Уже, кстати, зашел, забрал посылочки с Китая очередные. Дешевле заказываем оттуда. Пока едем, хочу с вами поговорить. О чем поговорить? О том, почему у нас сейчас выходят в архивные видеоролики. Так получилось, что не было у нас возможности раньше монтировать. А материала накопилось у нас очень-очень много. Поэтому мы решили запускать эти видеоролики как видеоархивы наши. Поэтому сейчас рад вас приветствовать в настоящем. В настоящем у нас сейчас такое, что у нас очень суровая зима. Такой зимы не помню. Очень давно не помню. Помню, три года назад в Литве, когда я тоже был здесь, три года назад было минус 16. Но было всего лишь один день. И то я не понял, что минус 16. Я вышел, завел машину. Она как-то так очень плохо заводилась. Потом смотрю на термометр в машине, вот этот градусник цифровой. Там минус 16 показывает. Но и то уже там днем было где-то минус 5, солнышко светило. Поэтому сейчас у нас уже третью неделю, наверное, такие морозы. Минус 5, минус 10, минус 15 и даже минус 20. А смотришь в погоде в телефоне, там пишут по ощущениям. По ощущениям вообще минус 25, а то было и минус 30. Ходить куда-то в такую погоду, ну, честно говоря, не хочется. Не хочется, от слова совсем, да еще с ребенком уж точно. Работы хватает. Сейчас карантин, карантин все продлевается, продлевается. Вроде бы сейчас будут какие-то упрощения, магазины откроются. Но посмотрим, что это будет. В принципе, мы за все это время так привыкли уже к интернет-торговле, что к интернет-покупкам, что открытие каких-то магазинов и поход в какой-то торговый центр для нас не является абсолютно первостепенным делом. Как-то вообще этого не хочется. Хочется наоборот просто выйти на улицу, поехать в парк и куда-то погулять. Ну, конечно, чтобы было немного теплее. Хотя бы там минус 5. Минус 5. А лучше вообще ноль и плюс, и солнышко, чтобы светило. Ну, это такие желания, пусть, ладно, пусть зима поцарствует. Пока идут такие зимние месяца. Всем привет! Привет! Из снежного-снежного февраля мы снимаем это видео для того, чтобы сказать вам, что мы существуем, у нас всё хорошо, всё в порядке, и хотим немножко рассказать, что сейчас мы монтируем те видео, которые у нас лежат. Мы тоже проживаем заново те моменты и хотим их сохранить на нашем канале, но в то же время у нас происходят радостные и другие события в жизни. И, например, сегодня такой день, когда у нас особенный день, скажем так, потому что мы сегодня ровно год как родители, и это большой-большой для нас праздник. Вообще, год пролетел так быстро, незаметно, как пуля, но в то же время результат этого года, и каждый прожитый день мы видим в другом человеке, в которого мы вкладывались. И это здорово. Когда только-только карантин начинался, я как-то очень хотела праздновать этот день рождения, куда-то выехать, возможно, в детскую комнату или ещё куда-то, но сейчас на самом деле фокус очень сильно сместился, и не хочется лишний раз... Да и всё закрыто, в принципе, и не хочется лишний раз выходить из дому, как-то уже одомашнились мы очень сильно. И сегодня у нас будет маленький домашний уютный праздник. Переготовим что-то вкусненькое, покушаем, повспоминаем, пересмотрим фотографии. Видео? Да, видео тоже, потому что мы снимали очень большой архив для себя. И, наверное, я вставлю сейчас маленькую распаковочку подарков, которые я купила нам, Сашину, наверное, больше себе и нашему ребёнку. Мы уже вернулись домой, покушали, отфотографировались, и сейчас будем отмечать дальше. И покажу я вам всё-таки, что же я купила. Я захотела вот такой вот коврик для массажа, потому что сейчас массажа в жизни очень не хватает, в том плане, что спина болит, и хочется снять напряжение с неё, поэтому очень большие надежды я возлагала на этот коврик. И в комплекте идёт вот такая вот как бы подушечка под голову, валик такой. Скажу так, что пользовалась я им пока что раза 4-5, потому что посылку мы получили неделю назад, и мне прям очень нравится. Я лежу вечером по там 2-3 часа, как получается. Иногда не лежу вообще, но когда такой массаж происходит, на следующий день спине очень хорошо, поэтому мне очень нравится. А для дочки мне захотелось купить книжку «Маленький принц», но в специальном издании для детей, потому что всё-таки большой текст, он для маленьких детей может быть трудноват. Вот адаптированный. Мы купили книжку от 0 до 6 лет. Он как раз вообще очень будет кстати. И книжка с очень классными иллюстрациями. Я вам покажу вставочку небольшую. Выглядит она вот так. По-моему, очень классно. И внутри просто настоящее волшебство. Они перегружают зрительный аппарат, то, что нужно для маленьких детей, коротенькие рассказы, мало текста, больше иллюстраций. В общем, всё очень классно. И как раз нам годик, дочке годик, и подарок получился кстати. Продолжение следует...